Когда мы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас еще чуть-чуть счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас. Спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, но и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и верить гиппо-позитивам. Привет! Ну пошли скорее на обед. Ты как всегда опаздываешь, я уже вся промокла. Ну что, моя дорогая, в этом году мы с тобой пролетаем с отпуском. Да-да, как фанера. С другой стороны, лететь никуда не надо. Мы с тобой находимся в настоящем Вьетнаме. Да, в центре Твери на свободном, в кафе Вьеткук. Это же настоящая атмосфера и ароматы традиционной вьетнамской кухни. Я даже знаю, что ты закажешь. Наша любимая Бун Бо Намба. Ни за что не догадаешься, что я закажу. Новинку. Вьетнамский стол от Мадам Вионг. Как ты думаешь, что это такое? В жизни не догадаешься. Подсказка. На Ба начинается, на калажан заканчивается. Да-да, это баклажан. Дикий. Это предок современного, кстати. Хочешь попробовать? Да. Я тебе так скажу. Это блюдо уникальное тем, что оно готовится в соответствии со старинными вьетнамскими традициями. В него ходит пряная свинина, национальное блюдо, также белый рис и характерные овощи. А еще ростки золотой фасоли, маш и огурчики. Обязательно попробуй национальную вьетнамскую булочку Бань Бао. Она готовится на пару, а внутри ты только послушай. Лапша, мясной фарш, грибы. Очень вкусно и очень питательно. А вот это настоящая стебель лотоса. Кстати, во Вьетнаме у лотоса едят все. И стебли, и цветы. А семена используют как десерт. Пожалуйста, страничка Википедии от Жаны. Вьеткук и дальше будет радовать своими новинками. Поэтому следи за информацией на сайте. Вот сейчас еще чайку выпьем и все. Ого, ничего себе, мы с тобой засиделись. Ну правда, приходишь во Вьеткук и здесь время останавливается. Потому что душевно, а главное вкусно. Ну что, думали, сбагрили детей на дачу? Будут они там бабушке помогать, полоть? Не тут-то было. Придется нам на лето с тобой сейчас развлечение покупать. Даже не знаю, с чего начать. Слушай, ну если у тебя, допустим, у ребенка день рождения, когда приезжаешь во Флору-Тверь, мне кажется, головная боль с подарком отпадает сама собой. Причем ты здесь найдешь любой подарок. Для самых маленьких и для детей, кто уже постарше. Куда мне столько мечей, а их много не бывает. Один в окно улетит, другой сдуется, третий потеряет. А этот, а этот красивый, он на всякий случай. Я знаю, как успокоить детей в дождливую погоду, чтобы они дом не разнесли. Настольные игры. С этим справишься даже ты. Хотя ты у меня художник, а слово худо, а не художественное. Картина по номерам. И здесь смотри, какой ассортимент. А вот это вот моя любимая тема. Алмазная мозаика. Вот платьица летненькая. ХБшечка надо. Пару футболочек. А футболки здесь вообще от 100 рублей. Пижамку. И еще, еще нужный свитерочек. Ну, вечера-то прохладные. Ой, ты боже мой, посмотри, какая красотулечка. Ой, уешеньки. Ветровочка. Смотри, какая хорошенькая, да? Кстати, носки. Их сколько ни покупай, все равно мало будет. Хорошо, что есть флора-тверь. Здесь можно купить все. От игрушек и одежды до детских колясок. И вот таких вот велосипедиков. Ну, вот и мой сюрприз, дорогая моя. Я тебя сейчас угощу самым настоящим шашлыком. Из свежего мяса. Приготовлено. Пальчики оближешь. Первое место в городе по приготовлению шашлыка. Я тебя уверяю. А какие здесь хинкали. Вот они и те самые шашлычки. Ты какой будешь, мясной или овощной? Ну, хватит смотреть в сторону роллов. Мы пришли за шашлыком. Предлагаю люля, свиной, овощной, ну, естественно, картошечки. Ну, кстати, если хочешь супчика и котлеты по-домашней, это все там стоять. Но мы пришли сюда попробовать шашлык. Самый знаменитый, самый вкусный, да? Вот чем мне нравится Бистро Бум. Здесь всегда свежие продукты. Ну, можно сказать, прямо с грядки. Знаешь, почему у нас с тобой никогда не получится приготовить настоящие вкусные хинкали? Потому что мы с тобой только борщи умеем варить, а хинкали готовит настоящий кавказский мужчина. Ну что, как тебе мой сюрприз? Я же тебе говорила, здесь самый лучший шашлык. Хочешь овощной, хочешь мясной, хочешь люляшки, хочешь с картошечкой. И главное, мои любимые хинкали. Теперь с тебя сюрприз. Не знаю, куда ты меня поведешь после этого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!